Мы залили сейчас нашу суммешку бульона. Да, залили. Теперь мы больше риса не мешаем. Больше риса не мешаем, потому что теперь его мешать нельзя. У ваших реконструированиях походов вы также заготовливали бульон? Обязательно. Три годины? Бульон делается, обычно как бы заготавливается в момент постановки лагеря, если есть возможность. Все оно там кипит, варится в большом котле. И потом вот он, пожалуйста, тебе бульон на день, на два, у тебя всегда есть бульон. На Бородиново он вообще, я готовил тогда эскарго, это улиток. Мы просто пошли насобирали на Бородинском поле улиток, два ведра и приготовили. Вот, и тоже как бы с ускоренным, ну, там им нужна была особая диета, но мы не стали этого делать. Просто усиленно промыли их в соли и в воде. Вот и приготовили. Сегодня мы не готовим уравликов, и добре. Так, сейчас мы будем раскладывать, как бы наполнять саму паэлью. Нашими морепродуктами. Да, будем наполнять внутренним содержанием, так сказать. Скажите, вот вы организовываете реконструкцию. Вы уже сделали справжнее, майже справжнее поле боя. А кто приходит подивиться? Ну как, зрителей обычно много. Вы их запрошуете? Да, делают, дается объявление. А вы гроши из них берете за это? Нет, все бесплатно. А как много вообще людей приходит подивиться на реконструкцию? Когда было мероприятие по именно войне в Испании, это проходило в Крыму на СК Кермен, где-то 4 дня все это было. Туда приехало где-то 350-400 участников. Это все было в таком историческом красивом месте, там, где снимали фильм о Шарпе, приключении королевского стрелка Шарпа. Как раз тоже период именно этой войны. И вы там и жили, и готовали. Ставим в лагерь, живем, едим. Только не убиваем. Потому что мы собираемся еще и на следующий год собраться, и еще на год, и еще на год. Так, что до нашей стравы? Дуже красивая. Ну смотрите, значит, пыль у нас собрана. Полностью мы здесь, как бы, уже наполнили ее и смыслом, и содержанием. Теперь, как бы, минут 15 она готовится, и на 5 минут в духовочку. И еще в духовку. Да, пыль надо дать постоять. Ну, добре, а мы будем начинать готовить наступную нашу страву. Я знаю, что у нас еще 30 страв. Сегодня испанская вечеря, а у нас будет в полном обсяде. Так, а теперь мы займемся приготовлением веселого омлета. Это торта я де пататас. Сейчас мы будем готовить веселый омлет. Третий нашу страва? Третий, да. Веселый омлет. Что же он таким веселый? Торте я де пататас. Торте я де пататас – веселый омлет по, как бы, технологии самого приготовления. И, как бы, здесь работает золотое правило. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Зараз будем смеяться, да? Ну, корейте, что потребно? Так, для этого почистить и порезать картошку. Картошку режем, как, давайте, картошку режем, как на чипсы. Тоненько. Тоненько, да. Я думаю, нам пару штук вполне хватит. А я что буду рисовать? Так, вы перец кубиками. Угу, это я умею. Да. И лук колечками. Угу. Лук порей. Добре. Так, приступаем. А, в целом, вот, дуже такая интересная справа, по Илье у нас там еще, воно там, мыться на вогне. Я знаю, что существовали правила, как правильно есть. Да, во время приготовления и самой трапезы было запрещено произносить плохие слова, косо смотреть на товарища, все это подается в паэльере по центру стола, вот, и все обнявшись, дружно поедают, поют песни потом, вот. Короче, радость и благоденствие. А если кто-то косится, то что? Ну, тогда кыши со стола и нечего портить праздник людям. Доброе, что его не вбивали там. Не-не-не, зачем? Неправильно ех в паэльере. Так. А веселый омлет? Веселый омлет. Здесь ситуация, во время приготовления, его надо пару раз перевернуть со сковородки в тарелку, и потом с тарелки обратно в сковородку. Вот. И в этот момент может произойти конфуз, и омлет может в сковородку не попасть. А вот вы на вогне это также готовите? Да, да. И омлет это веселый? Ну, конечно. Потому что вообще торта подается практически на каждый испанский обед. Даже иногда вместо хлеба. А вот прием ежи у французов, чи відрізнялся від испанского? Ну, конечно. Во-первых, как бы испанец имел, испанский солдат имел личную посуду. Вот. Кроме личной паэльеры, еще и как бы личная тарелка там, чашка. Вот. А французский солдат, он имел только личную ложку. Вот. И, значит... Схоже на российского был. Да. И принимали они пищу отделениями. Вот 8 человек отделения. Вот становился в середину котел. Вот. И по старшинству. Каждый делал шаг вперед, наклонялся, брал из котла ложку, делал шаг назад. Бачите, цена ведь и физически вправы. Да. В это время в другой. Третий, пока этот съедал, заканчивал восьмой. И приходила опять его очередь. Опять шаг вперед, брал ложку. И так вот французы принимали пищу таким образом. Ну, бачите, також честно. Якщо б ели всех, то есть бы ухватыв більше. Да. Так, что дальше? Что далее мы робим? Дальше мы, как бы, нам паэльеру надо поставить в духовку. А коли почнемо смеяться уже? Веселый омлет. Омлет сейчас вот. Начинаем готовить, разогреваем и начинаем. Процесс готовки будет довольно веселым. А зараз в духовку паэльеру? Да, паэльеру в духовку, но она должна постоять. Ей надо дать постоять перед подачей минут 5-10. Ну, там как получится. Так. Оп. Замечательно. Пока наша паэлья отдыхает, мы начинаем готовить веселый облит. Починаем веселиться. Да, веселиться. Солнечного олея. Да. Масло может быть любым. Давайте лук. Обжарим лук. Добавляем картошку. Тонко порезану картошку. Да. Так. Цікаво все ж таки. Ви кажете, вас багато людей. Але ж у кожного є своя справа. Ви, наприклад, займаєтеся кулінариєю. А хто режиссує взагалі все це? Ну, как бы, существует Тор-комитет. Более того, как бы, все принимаем участие в той или иной мере в режиссуре событий. Ну, потому что, допустим, вот такие мероприятия, как тактические по реконструкции, подразумевают под себя, как бы, полностью окунуть человека в эпоху. Вот. Это же не только там, мы пришли, переоделись, сели такие военно-исторические пикни. Ставятся задачи. Допустим, французы, вот как в испанской войне, должны были охранять дороги, патрулировать переправы, ставить лагерь, как бы, захватить город. А мы, как испанцы, должны были всячески им этому мешать. Вот. И, как бы, французов было больше, нас было меньше. Но, тем не менее, даже 30 испанцев умудрились 120 человекам-французам не давать покоя трое суток. А почему? Ну, потому что мы постоянно на них нападали, постоянно ставили засады, вот, как бы, даже ночью нападали в лагерь. То есть это было реально? Да, все реально, потому что задача ставится одна, а как ты ее выполнишь, зависит уже полностью от твоей солдатской смекалки, вот, от, как бы, от внутреннего состояния души. А вот боевым мистецком вы научились? Я служил Советской Армии, поэтому, да, я учился. А что касается керувания зброей, там же были не такие, не такая своя, как у рожанской армии? Да, мушкеты, нет, мушкеты, кремниевые, да, все нормально. Ну, даже, как бы, ситуация в этой войне не столько, чтобы кто бы пострелял, из чего стрелять, а даже просто обычные перестроения, обычные развертывания и свертывания, как бы, построения из линий, облический шаг. Вот, многие такие вещи, хождение в плотном строю очень много имеет значения. Вот, допустим, был такой момент, французы патрулировали, мы вышли из засады, они опешили, пока они опешили, мы успели перестроиться из походного в боевой порядок, дать залп, вот, наскочила французская кавалерия, мы быстренько перестроились в карет и остались невредимыми. Я знаю, что вы свои костюмы также находили на фотографиях, на фотографиях того времени. Да, на гравюрах, на картинах, вот, кстати, Тарас Григорьевич Шевченко, великий русский художник, и это, кстати, не оговорка. И украинский поэт. Да, и украинский поэт. За совместность. Да, вот, в 1845 году, 2 апреля, кидайте сюда этот перчик, может, требует трошки избавить в огонь, как вы думаете? Да, 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 сейчас, вот, короче, его книга «Великие русские полководцы», которую он иллюстрировал, прошла цензурную подпись к тиражированию. Поэтому, опять же, картины Гои, он описывает именно период войны на полуострове. Вот, Испания, как это, в Испании подается «Ля герра де индепенденция», это «Война за независимость». Вот, ну и, как бы, предшествовала «Войне за независимость», другая война. Вот, там, где Англия блокировала Францию, не давала ей выход в Средиземное море. Вот, эта, как бы, война называлась «Апельсиновая». Почему «Апельсиновая»? Потому что на стороне Англии была Португалия, на стороне Франции была Испания. Еще тогда были союзними, это 1805 год. Но полководцы Португалии и Испании встретились тайно между собой и сказали, что... Так, разбивайте яйца. Нет, это не сказали полководцы, это сказал и я. Сказали он и так. Да, давайте штук пять яиц. Вот. Значит, договорились между собой полководцы Португалии и Испании. Говорят, а зачем мы будем проливать кровь наших людей за этих французов и англичан? Действительно. Да, и говорит, ну, как бы, предать мы их тоже не можем, как бы, потому что за это уже заплачено. Ну, что будем делать? Ну, говорит, будем маневрировать в апельсиновых рощах и стрелять по апельсинам. Вот так и происходила война. Они маневрировали в апельсиновых рощах, стреляли по апельсинам, и война быстренько-быстренько за две недели закончилась. Я сейчас разбиваю яйца. Да, как на омлет, да. Обязательно надо посолить и добавить немножко перец. За смаком, так? Кому сколько подобается. Да. А это же таки за пять лет существования бастиона. Как много вы уже реконструировали? Ой, много. Обычно в год проходят два-три масштабных мероприятия. И как бы, ну, и куча мелких.